Начнется неделя Пушкинской карты в музее 18 октября с экскурсии Рязань в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Русское воинство» как раз о жизни рязанского края и подвиге рязанцев в те годы. Свыше 330 тысяч рязанцев ушли на фронт, из них погибли 180 тысяч человек. Скупые цифры, статистики оживают в документах, фотографиях, вещах. И перед посетителями предстают судьбы и суровый образ Рязани тех лет. 19 октября самое, пожалуй, культовое мероприятие музея – визитная карточка Кремля – клады. Клады дают в себе много загадок. Они интересны для специалистов, потому что ювелирное мастерство, а прятые ювелирные изделия из тракционных металлов – это верхушка средневекового мастерства в технологическом смысле этого слова. Украшения спрятали. Украшения не были тогда просто украшениями, как сейчас мы считаем. Они всегда несли в себе смысл. Городище Старая Рязань первой встала на пути Батаева войска. Жители прятали самое ценное в надежде когда-нибудь вернуть спрятанное. Но не судьба. Тайны сокровищ погибли вместе с их хозяевами. Спустя столетия археологи отыскали клады. К настоящему моменту их 17. Это больше, чем в любом другом городе. Я сейчас узнала, сколько пушкинских карт у наших учащихся. Я работаю в 34-й школе. Ну, порядка 200 карт. То есть 200 учащихся имеют эту карту. Но в основном преференция – это посещение театра. К сожалению, мы с ним в меньшей степени охвачиваем посещение именно по пушкинской карте. Целая неделя на то, чтобы справить положение. 20 октября выставка, посвященная Надежде Хвощинской. История города глазами дамы 19 века. 21 октября обладатели пушкинской карты смогут посетить выставку «Рязанские промыслы 19-го начала 20-го веков», а также битвы Древней Руси. В субботу – интереснейшая экскурсия «Вызов жизни и природе». За основу взят период жизни первобытного человека, его занятия, изобретения, непростые условия выживания – все сопровождается интерактивными элементами. В выходные 20 и 21 октября также можно присоединиться к обзорной экскурсии по архитектурному ансамблю Кремля. Все подробности можно узнать на сайте музея.